Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Татьяна Вучукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Посчитать, чтобы сохранить. В регионе начался зимний учет диких животных. Инспекторы по следам определяют численность основных представителей животного мира. Чем кормят детей в школах? Депутат проверил качество школьного питания. Каша понравилась, а посуда для приготовления нет. Перемены в зоопарке. В Новосибирском зоопарке появятся новые павильоны и новые животные. Но цены за билеты вырастут, рассказал его директор Андрей Шила. А теперь об этих и других событиях более подробно. Рейд по школьным столовым прошел в нашем городе. Такие проверки, организованные рабочей группой горсовета, уже стали традиционными. Какие нарушения выявили во время рейда и чем система питания детей в школах может гордиться, расскажет Василий Акимов. По закону учащиеся младших классов должна обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. А в меню должны быть и горячие блюда и горячий напиток. То, как исполняются эти требования, проверили депутаты горсовета в рамках выездного заседания рабочей группы с целью рассмотрения вопросов, связанных с организацией питания в муниципальных образовательных организациях Новосибирска. Выезжают без предупреждения. Решение о том, в какую школу ехать, принимают уже перед тем, как садятся в автомобиль. Сегодня проверили школу номер 144 на улице Героев революции в Первомайском районе. И хорошего в этой столовой, где повара сами готовят еду для ребятишек, нашли больше, чем негатива. Всего в этой школе обучается менее тысячи детей. Из них около 400 – учащиеся младших классов, которых кормят бесплатно. Много детей с ОВЗ, из многодетных и малоимущих семей. Без замечаний не обошлось. Правда, не все из них сотрудники школы смогут устранить своими силами. Понадобится и поддержка муниципалитета. Наличие алюминиевой посуды, в которой не должны варить, есть такие нормы. Мы все детство варили в ней, сейчас почему-то нельзя. Это недоработка как руководства столовой, так и нехватка финансирования. Также несоответствие меню, то есть была замена груши на яблоко. По словам Игоря Титаренко, замечания, как правило, носят один характер во всех школьных столовых. Цель рабочей группы – не просто выявить те или иные проблемы или недоработки, но и выработать пути их решения – помочь организовать работу школьных столовых. Наша рабочая группа еще несколько выездов будет, и после этого мы сделаем большую аналитическую справку с замечаниями, с предложениями и с пожеланиями развития в этом направлении. Ребята говорят, что еда в школьной столовой им нравится. И даже попросили поблагодарить поваров за их нелегкий труд. Так что, несмотря на отдельные выявленные недочеты, сами потребители этой услуги, то есть школьники, довольны. И это, наверное, главное. Около 30 тысяч километров надо пройти или проехать охотоведом по нашей области, чтобы провести зимние маршрутные учеты. Этот метод позволяет довольно точно подсчитать количество лосей, косуль, соболей, некоторых птиц и многих других представителей животного мира, которые обитают рядом с нами. В одной из таких поездок на снегоходах участвовала и наша съемочная группа. Зимние маршрутные учеты – это научно обоснованный метод подсчета животных по их следам на определенной территории. В Новосибирской области в заказнике центрально определяет количество копытных, косулей и лосей, пушных, колонка, куницы и соболя, а также волков, рыси, росомахи и зайцебеляка. Удается посчитать боровую дичь, в том числе глухарей и тетерев. В регионе работа такая проводится на площади порядка 17 миллионов гектаров. Результаты прямым образом скажутся на количестве выдаваемых квот на добычу охотничьих животных. Маршрутные учеты проводятся раз в год. Все данные отправляют в Москву, где определяют конечный результат. В этом году миграция животных небольшая, отмечают специалисты. Начало зимы выдалось малоснежным, поэтому косулям и лосям нужды уходить куда-то в поисках корма не было. На протяжении нескольких лет численность косулей подросла и уже два года держится стабильно. Это что значит стабильно? 63, 66, 60 тысяч особей. Это очень хороший показатель для Новосибирской области. Лось держится порядка 12 тысяч особей на территории Новосибирской области. Это не самые большие показатели, но уже и не маленькие показатели. В этом районе обитает немало ценных пушных зверьков. Что интересно, опытный охотовед может отличить следы, к примеру, колонка горностая ликуницы от соболя, которому в этом заказнике нравится. Здесь есть кедры, а значит много белок, которыми он питается. Вчера была произведена затирка, сегодня ведется маршрутный учет животных и птиц. В данном случае мы видим следы соболя, пересечения. Себя схематично в тетрадке помечаем. Пересечение, место пересечения, направление, количество особей и кто переходит. В данном случае это соболь, направился в ту сторону, как видно, что ищет пропитание, покушать что-нибудь. Так как этот маршрутный учет называется зимним, то несложно догадаться, что бывает и летний. Правда, в бесснежный период посчитать можно только некоторых животных. Следы медведей тоже можно летом определить. Когда медведь перемещается, он после себя хороший след оставляет. То есть засекаем, различаем, там либо это же медведица с потомством, либо там находим где-то, допустим, ну в грязи там след наступил, там большой маленький след. Бобры, это находим, вот именно жилище бобров там. То есть сколько там, ну колонию нашли, там посчитали, там коэффициенты в специальном месте. Также барсуки учитываются. Так что практически весь животный мир у нас подлежит учету. Положительно влияют на его благополучие погодные условия и наличие кормовой базы. Отрицательных факторов значительно больше. Браконьерство, традиционные хищники типа рыси или волка. В последние годы стая бродячих собак. А также участившиеся случаи ДТП, в которых, как правило, гибнут копытные. И чтобы диких животных оставалось как можно больше, каждый день и ведут свою работу сотрудники природоохранной инспекции. Напомнить воинам о родном доме. Такую цель поставили перед собой новосибирские школьники, подготовившие к печати пилотный выпуск газеты о Новосибирске. Экземпляры этой газеты уже вскоре отправятся в зону специальной военной операции. О новом печатном издании, которое может стать регулярным, а также об организации патриотического воспитания в одной из школ, узнаете из нашего сюжета. Новосибирцы помогают нашим воинам, оказавшимся в зоне специальной военной операции, по-разному. Одни шьют различные вещи для солдат, другие перечисляют деньги на покупку различного оборудования. Третьи изготавливают и отправляют на фронт различные предметы. Дети также не остались в стороне. Школьники и даже детсадовцы шлют письма с пожеланиями на фронт. А вот школе номер 20 решили чтобы напомнить бойцам о родном городе. Со мной созвонились и попросили сделать газету о новосибирске, потому что едут к новосибирцам, вот они на днях буквально туда на фронт к новосибирцам едут. И попросили сделать о городе, о том, что сейчас здесь происходит, что делают сейчас люди здесь, вот дети в частности для фронта. И мы попытались это сделать. Делаем. Подготовкой материалов для пилотного выпуска газеты и верстка издания занимаются сами школьники. Разумеется, под присмотром своих педагогов. И уже после 10 числа его отпечатают в типографии и отправят нашим бойцам. Причем в дальнейшем эта газета может стать регулярной. Есть задумка сделать ее ежемесячной. Если, конечно, творческая энергия авторов из числа школьников не иссякнет. В частности, материал о новосибирске из области нефантастики. Это собирал вот один мальчик из седьмого класса, Миша, например, да. Потом приходят, фотографии делают ребята, подписи делают тоже ребята. Ну, а я это вот собираю, компоную, потому что для ребят это вообще первый опыт. Ребята не только занимаются изданием газеты, призванной морально помочь нашим бойцам, но и активно изучают нашу историю. В частности, в школе стартовала серия встреч с представителями различных силовых структур и участниками специальной военной операции. На первой из них речь шла о подвиге нашего народа во время блокады Ленинграда и о том, как те события связаны с сегодняшним днем. И история как таковая, она циклична и она повторяется. Не прошло и ста лет, да, как нас снова втянули в конфликт. Причин действительно много, они разнообразные. У каждого из этих ребят свой взгляд на мир, как и у их родителей. Более того, даже отношение к специальной военной операции может различаться. Тем не менее, помощь нашим защитникам готовы оказать все они, ведь от этого без преувеличения зависит судьба нашей Родины. Участники массовой гонки Лыжня России до стартовой площадки смогут доехать бесплатно. Электричка заберет пассажиров с вокзала Новосибирск-Главный в 9.17, приедет на станцию «Сеятель» в 10.00. Там нужно пересесть на автобус с афишей Лыжня России 2023, который довезет до стартовой площадки. Напомним, что массовая гонка лыжников пройдет на базе Алика Тульского в Академгородке в субботу 11 февраля. Зарегистрироваться на гонку можно до 23.00 9 февраля на сайте sportsoyuz.ru. Для допуска к соревнованиям нужно предъявить паспорт детям, свидетельство о рождении и справку от врача, либо согласие, подтверждающее личную ответственность за свое здоровье. На дистанции 10 километров будет работать электронная регистрация. Первым 400 участникам выдадут чипы, а все остальные по традиции получат фирменные шапочки и номера майки. Пополнение в Новосибирском зоопарке. У белой медведицы Герды родились два детеныша. Какие еще пополнения ожидаются в Зверинце и почему в этом году повысится стоимость входного билета? Расскажем далее. Поход в Новосибирский зоопарк станет дороже уже предстоящей весной. Правда, повышение коснется не всех. Для детей и для льготных категорий граждан цены на билеты останутся неизменными. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС-Сибирь сообщил директор муниципального Зверинца Андрей Шила. В этом году планируется поднятие на взрослый билет. Скорее всего, с 1 марта или апреля на 100 рублей до 500 поднимется. Обоснование для повышения, в общем-то, типичное. Инфляция и рост цен, благодаря которым содержание и самих животных, и инфраструктуры зоопарка обходится все дороже. А вот проблемы с доставкой вомбатов из Австралии с финансовыми трудностями никак не связаны. Приезд этих сумчатых задержали проблемы логистики и международного сотрудничества. Этот вопрос сложный, он на уровне правительства, потому что правительство Австралии только передает этих животных. Пока нам все одобрено, согласовано, но, во-первых, сложно в логистике. Сейчас в Австралии не так просто добраться до России. Ну и все равно сложишь ситуацию, немножко пока тормозит дальше процесс переговоров. По словам Андрея Шила, сейчас все обмены животными с европейскими зоопарками поставлены на паузу. Хотя пополнение зверинца все же ожидается. Так вскоре приступят к строительству павильона для японских макак, после чего уже и начнут договариваться об их приобретении. Мы продолжаем строительство комплекса «Азия». И один из них – это павильон для японских макак. Будет как теплый павильон, так и большой уличный вольер с элементами благоустройства. Будет полностью открыт. И еще одна новинка, ожидающая в этом году посетителей зверинца. Достроят вторую очередь детского зоопарка. Да и в целом, по словам Андрея Шила, зоопарк станет благоустроеннее и удобнее для посетителей. Субтитры создавал DimaTorzok